Политбюро ЦК КПК провело итоговое заседание. В Восточно-Китайском море завершились совместные военно-морские учения России и КНР. Китай ввел в эксплуатацию первую наземную электростанцию для крупного морского нефтяного месторождения. Тайканавты сдали кровь в невесомости. Поднебесная запустила новый спутник дистанционного зондирования. В Пекине состоялось заседание Политбюро Коммунистической партии Китая, на котором подвели итоги этого года и наметили планы на следующий. На совещании подчеркнули, что 2022-й стал чрезвычайно важным для истории партии и страны. В КНР успешно прошел 20-й съезд КПК, на котором был разработан грандиозный план всестороннего строительства модернизированной социалистической страны. Председатель итогового заседания, генеральный секретарь ЦК Компартии Си Цзиньпин подчеркнул, что последовательное притворение в жизнь духа 20-го съезда КПК – это главная политическая задача сегодня и в будущем. Лидер Китая призвал членов Политбюро ЦК КПК проанализировать свои действия через призму правил из восьми пунктов своеобразного кодекса поведения, решать хронические проблемы и не допускать бессмысленных формальностей и бюрократизма. Он отметил, что должностные лица партии должны быть строги не только к себе, но и к членам своей семьи, родственникам и тем, кто их окружает, и никогда не позволять им добиваться незаконных целей, пользуясь своей властью и влиянием. Си Цзиньпин подчеркнул, что партия всегда представляла интересы всего китайского народа, а не какой-либо отдельной группы людей или представителей власти. В Восточно-Китайском море завершились военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие-2022». В течение недели ВМС двух стран отрабатывали совместные действия по спасению, задержанию, досмотру кораблей, противолодочной и противовоздушной обороне. В учениях по противовоздушной обороне китайские и российские корабли эффективно отреагировали на различные угрозы, координировали действия, слаженно работали и выполнили намеченный план учений. Это демонстрирует последние достижения обеих сторон в области ПВО. Я верю, что с углублением отношений между Китаем и Россией сотрудничество военно-морских сил будет и дальше развиваться. И оно, безусловно, внесёт свой вклад в сохранение региональной безопасности и стабильности и мира во всём мире. Совместные военно-морские учения России и КНР проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря. Манёвры были призваны продемонстрировать решимость и способность двух сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и способствовать дальнейшему углублению российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху. Впервые в КНР крупное морское и нефтяное месторождение будет полностью обслуживать береговая электростанция. Речь идёт о месторождении Кен-Ли в Бахайском заливе. Работу на основных платформах там начали в последнюю неделю декабря. По оценкам специалистов, запасы нефти составляют около 100 миллионов тонн. К 2025 году новая наземная электростанция обеспечит энергии 39 морских, нефтяных и газовых платформ и позволит добывать до 55 тысяч тонн полезных ископаемых в сутки. Новый энергетический проект включает в себя 4 морские электростанции и одну наземную высоковольтную подстанцию. Этот проект позволит сэкономить 650 тысяч тонн угля в год при максимальном потреблении электроэнергии и сократить выбросы глюкислого газа на 1 миллион тонн. Это рекордные показатели. На морских нефтяных месторождениях для производства электроэнергии обычно используется сырая нефть или газ. Наземная электростанция позволит не только сократить воздействие на природную среду, но и снизить затраты на производство энергии на новых месторождениях неподалеку. Экипаж Шинчжоу-15 на космической станции Тяньгун сдал кровь для контроля своего здоровья. Процедура была совершенно безопасной, так как Фэй Цзюнь Лун, Дэн Цзюнь Мин и Джан Лу находятся на орбите с конца ноября и уже полностью адаптировались к невесомости. А перед полетом они тщательно готовились к проведению медицинских манипуляций. Анализ крови членов экипажа позволяет наземной команде следить за гемоглобином, лейкоцитами, а также функциями печени и почек тайконавтов. При любом ухудшении здоровья космонавтам придут на помощь. Ученые разработали надежный механизм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, которые могут развиться на орбите. С космодрома Тайюань в провинции Шаньси запустили новый спутник дистанционного зондирования. Аппарат серии Гаофэнь-11 успешно вышел на орбиту при помощи ракеты-носителя Чанчжен-4Б. Данные с нового спутника будут использовать при исследовании земельных ресурсов, городском планировании, проектировании дорожных сетей, помощи при стихийных бедствиях и в других сферах.